Там в вагоне очень было много молодых ребят, женщины стояли. Напротив меня сидела бабушка с ребенком, вот ей тоже повезло, она тоже, она напротив сидела так же, и они так же, как бы, ну, слева там упали. Все это стекло, я вот сейчас просто сидела там в теле 2 и из себя все стекло снимала, сейчас все в стекле было. И вот это все стекло, я думаю, что само взрывное устройство находилось на сцепке. Очень хорошо, что поезд не остановился, и он летел на скорости. И вот мы лежали там, значит, и мы думали, я думала, господи, только бы доехать. И уже подъезжая, уже видно были огни самой станции, опять что-то рвануло сверху, ну, видимо, там контакты какие-то закоротело, и вот этот огонь, видно был огонь. Мы подъехали, парни, которые там были внутри, кто успел там, ну, кто-то, стали всех осматривать, типа, ребята, кто-то встаем там, что-то. Выйти через дверь было невозможно, и мы, ну, вот через эти проемы, вот эти, которые уже были все разбиты, но мы, естественно, переползали, вот, ну, по сиденьям. Женщину, вот, ну, вначале ребенка передали, вот этому малышу, бабушку, я, еще кто-то, человека три. И я потом, когда обернулась и глянула, там огромное количество людей лежало. То есть там, ну, трупы страшные, и когда вышли, нескольких людей вытащили, ну, окровавленных женщина, очень в таком, лицо у нее и нос весь был, как вот просто одна громая, огромная рана. У меня, меня очень сильно глухшило, и я поэтому так миленно говорю. Продолжение следует...